здравствуйте сегодня речь пойдет о биполярном транзисторе рассмотрим схема включения основные параметры режима работы также технологической особенности то есть максимально близко попытаемся познакомиться с этим прибором и узнаем его принцип работы принцип действия кроме этого рассмотрим классификацию транзистора входные и выходные характеристики так называемые статические вольтамперные характеристики транзистора более подробно посмотрим как устроен транзистор как именно он пропускает ток через себя конечно же не обойдем стороной и физическую основу и так давайте начнем биполярный транзистор это электронный прибор полупроводниковый состоящий из трех слоев с двумя взаимодействующими пен переходами имеет три контакта база коллектор эмиттер такое устройство может усиливать входной сигнал по мощности увеличение мощности сигнала происходит за счет внешнего источника питания далее вы это увидите когда мы будем рассматривать схемы включения транзистора там обычно два источника питания один подают на базу транзистора другой на коллектор то есть внешний источник питания почему транзистор называют биполярным как мы знаем есть еще и другой тип транзистора это полевой но о полевых транзисторах мы поговорим в следующем видео уроке транзистор называют биполярным потому что через прибор через транзистор одновременно проходит два тока один слабый базовый ток это управляющий ток а другой основной ток он управляется базовым током и называется коллекторный ток забегая вперед скажу что на выходных характеристиках транзистора то есть зависимости коллекторного тока от напряжения коллектор эмиттер мы увидим что коллекторный ток в линейной области практически не зависит от напряжения коллектор эмиттер скажем так мало зависит а зависит в основном от базового тока изначально изобретателей транзистора заинтересовала именно способность устройства усиливать сигнал по мощности они собрали с помощью транзистора усилитель звуковых частот для громкоговорителя и убедились в том что на выходе сигнал больше чем на входе транзисторы изобрели в конце сороковых готов прошлого столетия есть даже такая книга под названием 100 великих изобретений транзистор там на восемьдесят седьмом месте до транзистора широко применялись электронные лампы в радио и электронных устройствах в транзисторе как я уже сказал три слоя полупроводника средний контакт база и и делают обычно очень тонкой если приложить напряжение между коллектором и эмиттером ток через транзистор проходить не будет сейчас я все это объясню более подробно даже если мы будем менять полярность ток все равно не потечет но если дополнительно создать небольшую разность потенциалов между базой и эмиттером то свободные электроны из эмиттера преодолев пн переход попадает в базу так как базу изготавливают очень тонкой то лишь небольшое количество электронов которые перешли из эмиттера в базу хватает для заполнения дырок в базе это если мы говорим о npn биполярном транзисторе как мы знаем есть два типа да это npn и pnp мы будем рассматривать только npn транзистор в pnp все то же самое только напряжение питания подается в противоположном направлении электроны которые перешли из эмиттера в базу заполняют некоторые свободные дырки в базе вся остальная часть преодолев запирающий слой второго pn-перехода уже непосредственно попадает в коллектор на этом можно сделать первый очень важный вывод если мы прикладываем напряжение между коллектором и эмиттером ток через транзистор не идет чтобы ток был мы должны обеспечить еще базовый ток приложив напряжение база эмиттер если рассматривать все эти действия с точки зрения физической основы возьмем как я уже сказал npn транзистор основные носители в эмиттере это электроны то когда мы подаем отрицательный потенциал на эмиттер на минус питание на эмиттер как мы знаем одноименные заряды отталкиваются друг от друга соответственно электроны начнут свободные электроны в эмиттере начнут отталкиваться от минуса питания в сторону первого пн-перехода база эмиттер то если мы еще обеспечим базовый ток то есть я подадим положительный потенциал на базу часть электронов которая перешла из эмиттера рекомбинирует с дырками электроны заполняют место в атомах там где не хватает электронов а вся остальная часть электронов преодолеет второй пн-переход так называемую запирающую область второго пн-перехода и устремиться к плюсу батарейки и соответственно возникает электрический ток через транзистор таким образом и получается два тока через транзистор базовый и коллекторный ток причем базовый ток в десятки раз меньше коллекторного тока транзистор это аналог трех электродной лампы хотя там физические процессы конечно различны где база в транзисторе играет роль сетки в лампе которая находится между анодом и катодом как мы знаем если в лампе немного изменить потенциал который подается на сетку этим мы можем значительно изменить анодный ток в транзисторе то же самое слабое изменение в цепи базы вызывает значительное изменение тока коллектора на этой основе транзистор используют в качестве усилителя и генератора сигналов первый транзистор который изобрели был точечным транзистором проводились многочисленные опыты в 1948 году сотрудники американской фирмы белл по фамилии шокли джон бардин и уолтер братин изобрели этот транзистор на германевом кристалле на небольшом расстоянии друг от друга расположили два точечных кристалла и подав на один из них прямое смещение а на другой обратное они получили возможность с помощью тока проходившего через первый контакт управлять током через второй их транзистор имел коэффициент усиления порядка сотни постепенно транзистор совершенствовался и в 1952 году появились первые плоские примесные германевые транзисторы сначала германии очищали от примесей потому что сам по себе кусок германии состоит из большого числа кристаллов которые сращены в беспорядке а затем образовывали монокристал далее плавили одновременно добавляя в расплав примеси p или n типа когда монокристалл затвердевал его разрезали на маленькие пластины которые служили базой имиттер и коллектор создавали разными способами один из простых методов состав в том что на обе стороны пластины германия накладывали маленькие кусочки индия и быстро нагревали до 600 градусов при этой температуре индии сплавлялся с находящимся под ним германием когда вся эта конструкция оставала насыщенные индием области приобретали проводимость p-типа затем кристалл помещали в корпус и присоединяли выводы и уже в 1955 году фирмой bell system был создан диффузионный германиевый транзистор диффузионное легирование это уже более интересный процесс получения полупроводниковых приборов этому методу будет посвящен отдельный видео урок в ближайшее время если вкратце то метод диффузии состоял в том что пластины полупроводника помещали в атмосферу газа содержащего пары примеси которая должна была образовывать эмиттер и коллектор и соответственно нагревали пластины до температуры до температуры близкой к точке плавления скажем так атомы примеси при этом постепенно проникали в полупроводник таким образом принцип работы транзистора очень похож на водяной кран там мы чем больше открываем кран тем больше идет вода когда начинаем закрывать вода течет все меньше и меньше если мы полностью закроем кран то вода течь не будет точно так же и с транзистором если мы не обеспечиваем базовый ток то и через коллектор тока нет если подадим напряжение на базу то ток соответственно появится если будем увеличивать базовое напряжение соответственно будет увеличиться базовый ток и относительно базового тока коллекторный значительно увеличится если же уменьшать базовый ток то и коллекторный соответственно будет уменьшаться если посмотреть основную формулу транзистора где и к равняется бета и базы и к это соответственно коллекторный ток и б это базовый ток бета коэффициент усиления по току его величина от порядка десяти двадцати до тысячи эту формулу называют основной формулой транзистора она работает только в линейной области далее вы это увидите на выходных характеристиках когда дальше мы будем рассматривать схема включения транзистора вы увидите что в некоторых случаях транзистор хорошо усиливает потоку в некоторых по напряжению и в итоге мы получаем увеличение по мощности даже если один из параметров остался неизменным а другой усилился скажем так не важно ток это или напряжение ну смысле не важно если говорить о понятии мощности о произведении тока на напряжение если мы допустим ток усилили мощность увеличится а если же напряжение усилили ток оставили неизменным то мощность все равно увеличится а вот если например взять какой-нибудь трансформатор пассивный обычный прибор он не может усилить сигнал по мощности возьмем к примеру понижающий трансформатор который понижает сетевое напряжение 220 вольт до 12 по мощности что на входе что на выходе не меняется ничего если мы посмотрим основной формулу трансформатора где p1 равняется p2 или можно записать эту формулу также множить на и 1 равняется u2 умножить на и 2 где p1 это мощность на входе трансформатора p2 мощность на выходе трансформатора скажем трансформатор понижать сетевое напряжение в 10 раз да то есть выходное напряжение у нас уменьшается в 10 раз то чтобы эта формула у нас работала сохранялось равенство выходного и выходной и входной мощности мы должны вторую часть также умножить на 10 то есть если мы десятки сократим у нас как бы ничего не изменилось одновременно с тем у нас уменьшается напряжение в 10 раз и усиливается ток в 10 раз но мощность у нас не меняется то есть равенство сохраняется ну вернемся к транзистором транзистор как мы знаем является неотъемлемой частью всякой электронной схемы начиная от усилителей генераторов и до сложной цифровой техники что касается базового напряжения которое подается между базой и эмиттером его нельзя увеличивать сколь угодно тут какие в обычном диоде чтобы открылся пн-переход нужно приложить порядка 0,7 или 0,8 вольт то есть потенциал базы не должен превышать потенциал эмиттера более чем на 0,7 0,8 вольт противном случае возникает большой ток в работающем транзисторе напряжение на базе и эмиттеры связаны следующим соотношением у база примерно равняется у эмиттера плюс 0,7 то есть у эмиттера плюс напряжение базы эмиттера давайте рассмотрим самую простую схему включения транзистора итак у нас есть два источника это базовое напряжение которое подается между базой и эмиттером это npn транзистор соответственно и источник питания который подается на коллектор между коллектором и эмиттером базовое напряжение обеспечивает базовый ток коллекторное напряжение обеспечивает коллекторный ток как уже упоминалось чтобы открылся переход базы эмиттер достаточно 0,7 0,8 вольт и как мы теперь уже знаем p-слой базовый очень тонкий соответственно и концентрация дырок в базовой области гораздо ниже чем концентрация электронов в эмиттере под действием электрического поля которое создается плюсом на базе части из них рекомбинирует а для остальной части свободных электронов а дырок скажем так не хватает потому что концентрация дырок намного раз меньше чем концентрация электронов то будет в результате слой базы обогащается свободными электронами то большинство из электронов направится в сторону коллектора поскольку напряжение там гораздо выше чем базовая также этому способствует очень маленькая толщина базового слоя и в основном все электроны уйдут в коллектор но все же какая-то малая часть электронов потечет в сторону плюса базы есть несколько технологических особенностей транзистора например концентрация основных носителей заряда в эмиттерной и коллекторной областях одинаковая концентрация основных носителей в базе примерно на два порядка меньше концентрации чем в коллекторе и эмиттере третье значит в зависимости от технологии изготовления концентрация примеси в базе может быть распределена равномерно при равномерном распределении внутреннее поле в базе будет отсутствовать четвертое значит при неравномерном распределении в базе будет внутреннее электрическое поле и основные носители будут двигаться в результате дрейфа и диффузии такие транзисторы называют дрейфовыми я уже как-то упоминал в одном из своих предыдущих видео уроков зонная структура pn перехода когда мы соединяем два слоя полупроводника разного типа проводимости возникает диффузия она нужна для того чтобы концентрация носители по всему полупроводнику была одинаковая также и у нас здесь когда плотность носителя не одинаковая по всему полупроводнику возникает диффузия то есть стремление вещества к равномерной концентрации в чем функция эмиттерного перехода функция эмиттерного перехода это инжекция это вспрыск носители из эмиттера в базу эмиттерный переход находится в открытом состоянии а вот функция коллекторного перехода это сбор носители про шедших базовые слой и для большего сбора площади коллекторного перехода больше, чем площадь эмиттерного перехода. Что можно сказать по классификации транзисторов? Существуют германиевые, кремниевые и арсенит-галевые транзисторы, но сейчас уже арсенит-галевые и германиевые практически не используются. У германиевого транзистора рабочий диапазон температур от минус 60 до 80 градусов Цельсия, у кремниевого от минус 50 до 150. По мощности транзисторы делятся на малой, средней и большой мощности. Ну, соответственно, по диапазону частот низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные транзисторы. Значит, это маркировка транзистора. Как правило, сначала идут, ну, если говорить о отечественных транзисторах, там две буквы и три-четыре цифры. Первая буква обычно Г, К или А, что означает германиевый, кремниевый или арсенит-галевый транзистор. Вторая буква, как правило, тоже буква русского алфавита. Т или П, что означает биполярный или полевой транзистор. Ну, например, транзистор серии КТ, да, кремниевый биполярный транзистор. Дальше идет группа применения, там, трехзначное или четырехзначное число. От 100 до 199 это маломощные низкочастотные транзисторы. От 201 до 299 это маломощные средние частоты. От 301 до 399 это маломощные высокочастотные транзисторы. Ну, и так далее. Потом там у нас еще будут, значит, от 901 до 999 транзисторы большой мощности и высокочастотные, соответственно. Итак, рассмотрим статический вах транзистора. Статические вольтамперные характеристики определяют соотношение между токами, протекающими в цепях, и напряжениями между электродами. Биполярный транзистор, как и любой активный четырехполюсник, характеризуется четырьмя статическими характеристиками. Как мы знаем, есть шесть форм уравнений из курса четырехполюсников. Для транзистора применимы h-параметры, то есть h-форма уравнений. И, соответственно, четыре характеристики. Первая это, значит, входная характеристика. Это зависимость входного тока как функция от входного напряжения при постоянном выходном напряжении. Вторая это выходная характеристика. Зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе. Дальше есть у нас еще передача по току. Это зависимость выходного тока от входного тока. Ну и четвертое это обратная связь по напряжению. То есть это у нас, если посмотреть по h-параметрам. Параметр h11 это входное сопротивление транзистора. h12 это коэффициент обратной связи по напряжению. Записывается он так у входа от у выхода при постоянном входном токе. h21 или β это коэффициент усиления по току в зависимости выходного тока от входного. Ну и h22 это выходная проводимость транзистора. В зависимости от схемы включения транзистора смысл этих токов меняется. Существует три схемы включения транзистора. Это зависит от того, какой электрод является общим по отношению к входным или выходным цепям. Ну вот, например, первая схема включения с общей базой. Там, конечно, в лучшем случае нужно еще резисторы, конденсаторы ставить. Но я просто покажу смысл как бы с общей базой. То есть база является общей для входного и выходного контура. Здесь у нас будет у входа, соответственно, у выхода. Здесь входной ток, выходной ток. Схема с общей базой, схема включения транзистора с общей базой используется преимущественно в каскадах усилителей высоких частот. Усиление каскада с общей базой обеспечивает усиление только по напряжению. Если мы посмотрим, то входной ток будет равен практически выходному току. Там даже будет уменьшаться немного. Но там, если схема правильно нарисовать с резисторами, то после расчета выходного тока мы увидим, что на самом деле транзистор по току практически не усиливает. То есть можно сказать, что и коллекторы, да, выходной ток будет практически равен входному току. Поэтому по току транзистор не усиливает. Такое включение позволяет более полно использовать частотные характеристики. Частотные характеристики это способность транзистора усиливать высокие частоты. Значит, вторая схема. Это у нас будет схема с общим эмиттером. Пусть будет PNP транзистор. Тогда и входа у нас будет сюда. Здесь и выхода. Значит, как мы видим, эмиттер является общим для входной и выходной цепи. Значит, схема с общим эмиттером обладает высоким усилением, но относительно высоким усилением по напряжению и току. Благодаря высокому коэффициенту усиления схема с общим эмиттером имеет преимущественно применение по сравнению с общей базой и с общим коллектором. Третья схема с общим коллектором. Вот здесь будет коллектор общим для входной и выходной цепи. Здесь входное напряжение, выходное, соответственно, входной ток. Схема с общим коллектором обладает высоким входным и низким выходным сопротивлением. Коэффициент усиления по напряжению всегда меньше единицы. Входное сопротивление зависит от сопротивления нагрузки. Конечно, как я уже сказал, в таких схемах используют резисторы, конденсаторы, а я лишь показал, скажем так, абстрактное включение, то есть там, где электроды участвуют во входной и выходной цепях. Далее, значит, основные параметры транзистора. Ну, основной параметр – это, конечно же, коэффициент усиления по току, это отношение коллекторного к базовому току. Обозначается как H2.1 или β. Так, это будет у нас первый. Значит, для разных типов транзистора β может меняться примерно от 10-20, как я говорил, до сотни, до тысячи. β зависит в основном от физического строения прибора. Второй параметр – это входное сопротивление. Чем больше входное сопротивление, тем лучше для усилительных характеристик прибора, поскольку со стороны базы обычно находится источник слабого сигнала, у которого нужно потреблять как можно меньше тока. Третий параметр – это выходная проводимость. Ну, скажем так, G-выхода, напишем. Выходная проводимость, то есть проводимость транзистора между коллектором и эмиттером. Чем больше выходная проводимость, тем больше ток коллектор-эмиттер сможет проходить через транзистор при меньшей мощности. Четвертый параметр – это частотные характеристики, там зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты входящего сигнала. Напишем так, частотные характеристики. С повышением частоты способность транзистора усиливать входной сигнал постепенно падает из-за паразитных емкостей, образовавшихся в ПН-переходах. То есть, когда меняется сигнал на базе, транзистор реагирует не мгновенно, а с определенным замедлением. Время тратится на наполнение зарядом этих емкостей. Поэтому на высоких частотах транзистор не успевает мгновенно среагировать и полностью усилить сигнал. Величина емкости зависит, опять же, от типа транзистора. Есть также такой параметр, как эмиттерная емкость, то есть емкость на переходе базы-эмиттер. Ее величина достигает порядка пикофарад. Далее у нас еще есть коллекторная емкость, емкость на переходе базы-коллектор. Но, на самом деле, емкость коллектора меньше, чем емкость эмиттера. Но все же ее влияние больше, поэтому частотные свойства у коллекторного перехода хуже, чем у эмиттерного перехода. Кроме того, к основным параметрам транзистора относятся допустимый максимальный коллекторный ток, запись так, ИК-макс. Допустимая максимальная величина коллекторного тока. Также есть величина базы-коллектор. Напряжение базы-коллектор тоже допустимо максимальное. Есть мощность коллектора максимальная. Но эти характеристики обычно указываются в самом паспорте прибора. Есть еще такой параметр, как ИК0 обычно записывают. Это неуправляемый ток коллекторного перехода. Единица микроампер. Дельта УКЭ в схеме с общим эмиттером. Прямое падение напряжения, оно, как правило, до 2 вольт. Еще такое напряжение называют остаточным. Есть еще много других параметров, которые мы уже не успеваем рассмотреть. Рассмотрим режимы работы. Существует четыре режима работы транзистора. Это режим отсечки, активный режим, режим насыщения и инверсный режим. Режимы работы транзистора. Первый. Рассмотрим режим отсечки. Когда напряжение недостаточно, чтобы открыть ПН-переход базы-эмиттер, то есть напряжение меньше, чем 0,7 вольт, в таком случае отсутствует базовый ток. Соответственно, и коллекторного тока нет. Транзистор находится в запертом состоянии. То есть можно сказать, что для ПН-перехода существует минимальное значение напряжения прямого смещения, при котором электроны способны преодолеть потенциальный барьер этого перехода. При напряжении между базой и эмиттером меньше, чем 0,7 вольта, база не насыщается электронами или, скажем так, недостаточно насыщается электронами. Коллекторный ток практически равен нулю. То есть есть такое условие, чтобы напряжение базы-эмиттер было меньше, чем 0,7 вольт или базовый ток равен нулю. И вот в таком случае транзистор заперт или, можно сказать, транзистор находится в режиме отсечки. Второй. Это активный режим. Значит, в этом режиме ПН-переход базы-эмиттер открыт. Соответственно, присутствует базовый ток и коллекторный ток, где коллекторный ток равен бета и базы. Напомню, основная формула транзистора и коллектора равняется бета и базы. Эта формула работает только в активном режиме, в линейном. Значит, в этом режиме транзистор используют для усиления. Это основной режим работы транзистора, как правило, в аналоговой технике. Третий режим – это режим насыщения. Режим насыщения – это когда коллекторный ток имеет некоторое максимальное значение, и такой ток не будет зависеть от тока базы. То есть, как бы мы не меняли ток базы, ток коллектора просто не реагирует на изменения базового тока. И, соответственно, транзистор не способен усиливать сигнал. В режиме насыщения и в режиме отсечки транзистор можно использовать в роли ключа. Когда транзистор насыщен, его проводимость максимальная, соответствует состоянию включения. А в режиме отсечки проводимость минимальная, что соответствует режиму включен. Поэтому такие режимы, как насыщение и отсечки используют в цифровой технике, только там, соответственно, логические единицы и нули. И последний режим работы – это инверсный режим. То есть, режим, когда открыт переход база-коллектор, а база-эмиттер закрыт. То есть, эмиттер и коллектор меняются ролями. Коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. Ток из базы течет в коллектор. Коэффициент усиления получается хуже, чем в обычном режиме. Вообще, конструкция транзистора такова, чтобы он хорошо работал в активном режиме, поэтому в инверсном практически не используется. Ну и, наконец, давайте рассмотрим входные и выходные характеристики транзистора. Сразу можно отметить, что для каждой из трех схем включения транзистора существуют свои семейства характеристик. Поэтому, пользуясь теми или иными характеристиками, надо обращать внимание на то, к какой схеме они относятся. Рассмотрим в альтамперные характеристики схемы с общим эмиттером. Итак, это входная характеристика, это выходная. Значит, тут все на входных характеристиках достаточно просто. Используется зависимость входного тока базового от входного напряжения базы эмиттера. Чтобы открылся ПН-переход базы эмиттер, нужно на этот переход приложить порядка 0,7-0,8 вольт. Это для кремниевых транзисторов. Эта зависимость снимается при постоянном выходном напряжении. При разных напряжениях на коллекторе эта зависимость будет немного смещаться вправо или влево. Вот эта вот левая характеристика снята при напряжении коллектор-эмиттер равном 0, а это уже при 5 вольт. Вот на выходных характеристиках снимается зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер, то есть выходной ток и выходное напряжение. Выходные характеристики можно разделить на три области. Первая вот она, да, это активная область. Это когда транзистор работает в активном, в линейном режиме. Выходная характеристика снимается при фиксированных токах базы и для каждой кривой соответствует свой ток базы. В линейной области ток коллектора мало зависит от напряжения коллектора-эмиттер, а в основном зависит от базового тока и работает основная формула. И коллектора равняется бета и база. Вторая область – это когда транзистор заперт, то есть при определенном токе базы снимается зависимость тока коллектора от напряжения коллектора-эмиттер. Коллекторные токи практически отсутствуют и в этом случае транзистор заперт. Ну и третья область – это область насыщения. В этой области коллекторный ток зависит от напряжения коллектора-эмиттер. Область насыщения порядка от 0 до 0,4-0,5 вольт. Ну, если вкратце, то как-то так. Кто хочет более подробно изучить, там, скажем, понять биполярный транзистор, я вам советую очень толковую книгу. Она, правда, старого образца, старого выпуска. Вот эта книга «Искусство схемотехники» авторы Пауль Хоровиц и Уинфилд Хилл. На мой взгляд, это очень толковая книга, одна из самых толковых, можно сказать, посвященная электронике и схемотехнике. Здесь авторы пытаются дать читателю сложную информацию более простым языком. В общем, всем советую. Напомню, в следующем видеоуроке расскажу о полевом транзисторе. Ну, а на сегодня всё. Если будут вопросы, пишите, постараюсь помочь. Спасибо за внимание.